Здравствуйте, в эфире программа «Сделано в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. В этой студии мы находимся вместе с историком, краеведом, руководителем Музея Вятского Госуниверситета Евгением Питуниным. Евгений Альбертович, день добрый. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Наша передача сегодня выходит в записи, и мы сегодня решили продолжить тему, поднятую в программе «Сделано в Вятке» 18 мая. Мы говорили о том, как наш город приходил в себя, как восстанавливался после Великой Отечественной войны. Все это было приурочено к «Одню Победы», я имею в виду передачу «Сделано в Вятке». Вот сегодня продолжаем. Много интересных тем мы там затронули. Евгений Альбертович говорил о том, что вообще в исторической науке этот период непосредственно послевоенный, он недостаточно освещен. Как-то принято считать, что сразу после Великой Отечественной страна начала отстраиваться, восстанавливаться. Не столько в исторической, сколько в местном приведении. На местном материале у нас есть, да? Читаешься справочник и от аннал, война закончилась, и дальше восстановление хозяйства, новостройки, и все. Но вот годы довольно сумрачные, конечно, были. И разгул преступности, и разгул беспризорщины, в том числе. Преступность еще, она и не самый разгул был после амнистии в 53-м, то есть в 54-м. Мы до этого дойдем, вот мы, в тот раз мы остановились где-то в 50-м, сегодня мы снова начнем с 50-го года, и дойдем, ну, я планировал до... Ну, до середины 50-го, постараемся. До середины 50-го, но если не успеем, до 53-го хотя бы, потому что год знаковый, очень сильно все поменялось. И потом уже было веселее, и все-таки была движуха и в плане индустриализации, и в плане общественной жизни, в общем, сами понимаете. Ну, приступим. Ну, поехали в 50-й год, снова времена, конечно, были сложные, суровые. Вот, не хотелось бы меньше негатива, но... Но без него не обойтись, к сожалению. Ну, знаете, от войны все-таки устали уже, как там, опять же, я процитирую все, того же Владимира Семеновича к 50-му году. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся, отревели, надо было как-то дальше жить, но война всем уже наскучила, приелась, это повторялось вот то же самое, очень хорошо было в фильме приесенина, когда уже в 20-е годы освистывали Майковского, потому что он там шагом-шагом расстреляет, призывали, а хотелось Есенина, хотелось лирики. И вот точно так же, к 50-му году уже не хотелось песен про войну, уже хотелось чего-то веселого, вот, потому что весь мир, действительно, чтобы забыть эти тяжкие времена, он как-то, смотришь, он со страшной силой веселился, то есть на Западе развивался, и шоу-бизнес ставились, веселые комедии, ну и у нас потом к этому пришли. А, кстати, к середине 20-го века образ нового, то врага на плоту империализма в виде США, он созрел уже? Вот, было, после Фултонской речи, конечно, холодная война официально начинается, но к 50-му году, если одним словом охарактеризовать, вот, как жили, то это, можно сказать, страх. Ну, во-первых, перешла горячая война в холодную, враг появился, империализм, жизнь плохую оправдывали тем, что все деньги, все силы уходят на создание атомной бомбы. Создали, напомню, в Советском Союзе ее в 49-м. В 49-м году создали, вот, и готовились, а не, потом уже позже были испытания, вот эта операция Снежок в Свердловской области, когда взорвал атомную бомбу и сразу же бросил солдат через зараженную местность, там сколько-то десятков тысяч погибло. Ну, вот, видимо, так и хотели воевать дальше с империализмом, то есть сбрасывать бомбу на Европу атомную и бросать в этот прорыв на зараженную местность танк и пехоту. Видимо, все как в фильме позже у Стругацких было в обитаемом острове, только что не догадались тогда эти облучатели сзади посылать. В общем, в нашем городе, в Кирове, обо всем об этом было известно и обстановка была такой... Ну, известно было, но к тому же нагнетало. На предприятиях города снова собирались митинги, снова ошмарили там их-то наймитов империализма, безродных осмополитов. И особенно в 50-м году уже начиналось дело врачей-вредителей. И действительно много очень крови попортили. И просто врачам, когда ждали, что вот они подсыплют там яду, какой-то заразят путем прививок, там или при заборе крови, или толченого стекла, там или бритвенные лезвия. А если врач особенно был какой-то известной, скажем так, национальности, то это вообще, да, эти были прямые оскорбления, увольнение сработало, все это 50-й год. И все это в том числе в Киркеве? Очень хорошо описано у Кабакова в романе. Вот этот период, не про Киркев, правда, но все доводили до самоубийства людей. Либо, если не доводили, то потом приходили и извинялись, примесили торты, что сосед извини, вот, но такое время было, мы ж не знали, что врачи оказались невредителями. Вот эти торты выбрасывались в контейнер. Ну, это вот фон такой был жизни, при этом, конечно, я говорил тогда еще, что пить стали. В 50-м году больше, хотя талоны отменили на пропитание в 47-м, но изобилия товарного не стало, вот все говорили, что бомба-бомба строится. Так вот, 9-го мая не был, не был, конечно, праздником, а потом вот... Ну, обширно, в смысле, да, государственным праздником. Воспоминания приходили и все это. Ну, а что было в городе в 50-м году? Ну, в соцсоревновании участвовало более 90% рабочих, и да, это с войны еще повелось. Вот событие было в деревне Ладейно, счет Индского сельсовета состоялось, открытие Бюста, дважды Героя Советского Союза, Конева, маршала Конева. Вот, музей, видимо, позже, но Бюст сделали. Ну, и не все так все-таки было, что-то жизнь продолжалась, надо было элементарно. Еще до всех их там внеозов и факультетов выходоведения в 50-м году в Ирове началось, в Ировской области, точнее, началось расселение андатры. Знаменитая Мария Исаакова повторно после 48-го года стала чемпионом эмира по скоростному бегу на кандидатах. Ей дали квартиру Исааковой в доме НКВД, вот дом Чеписта, вот она там жила, минимум, за объекты. Хотя, действительно, катастрофа была и с жильем в 50-м году, это три с небольшим метра на человека, но тем не менее. По сравнению с военным временем немножко увеличилось? Ничего, ничего не менялось. Все такие же дома, которые они ремонтировались, деревянные, с 17-го года. Вот зато открылся лесопромышленный техникум, который тогда еще был в деревянном здании барочного типа, но на улице Орла Маркса барак такой стоял. Это на месте нынешнего лица промышленного колледжа, да, мы имеем в виду? Да, да, да. Нет, не на месте он стоял, он ближе гораздо, он был вот, где общежитие, вот у Вятгру, бывшего политеха, вот на улице Герцена. А! Вот там был барак, вот техникум, а потом уже техникум, но в 50-м году планировался уже 72-квартирный дом на улице Орла Марса, школа, аж на 280 мест в Вятских полянах. Была школа спроектирована в поселке Лепсе, аж на 400 учеников, и возводятся объекты, вот первые послевоенные, уже солидные, монументальные, это дом художника, известный худфонд, вот здесь сейчас на свободе. И также в 50-м году надстраивается на два этажа школа номер 22, нынешняя гимназия, вот, и вот уже спроектировано здание техникума на Карла Марса, а также трибуны стадиона «Динамо». Тогда еще были деревянные, и если, есть знаменитый, вот жаль, что нет фотографий, вот нет возможности слушателям показать все это, конечно. Ну, фотографии-то есть, просто продемонстрировать слушателям. А если зайдут в интернет, и вот даже на сайте одноклассников есть группа, называется «Фото-видео-архив», и там буквально вот позавчера выложили фотографии города Ирова военного времени. Вот даже писались книги, вот я участвовал в Ировчане в годы войны, мы не могли найти эти фотографии, а там под ником Евгений Вятский он выложил очень много, большую подборку, если кому интересно, можно посмотреть. Ну вот, 50-й год мы завершим, нельзя, нельзя все-таки обойти трагедию 50-го года, к тому времени, все-таки у нас вот даже пять лет после войны на рынках и в Ирове были толпы инвалидов, без рук, без ног, там, вот если привести статистику. Которые попросили, просили, которые милости мне говорили. Да, и просили, и приставали, песни пели, не все они были там трезвые, все. Инвалидов было демобилизовано из армии к тому времени 2 миллиона 576 тысяч человек, из них было 450 тысяч одноногих или одноногих. Вот, а в 50-м, уже, ну, начиная со столицы, с крупных городов, инвалидов все-таки собирали. Ну, инвалидов, конечно, у тех, у кого не было семей там, которые нищенствовали, попрошайничали, и отправляли их вот в такие закрытые учреждения. Самый печально известный, это был, не знаю, как его назвать, приют для инвалидов на острове Валаам, где вот знаменитые, без рук, без ног, самовары. И в Ирове также начали исчезать инвалиды все-таки, их вычисляли, и вот отправляли из глаз подальше. А каким образом это происходило? Их где-то так вот аккуратно, без глаз, что называется, убрали? Жить, да, и куда-то принудительно отправляли оттуда режимные учреждения, оттуда, в принципе, сбежать даже. Ну, я надеюсь, сначала изучали все-таки материалы-то, есть родственники у этих людей, нету? Тема, если ее развивать, то она, конечно, может занять все эфирное время. Ну, я говорил, что все-таки весь мир старался отойти после войны, и у нас пытались что-то такое создать. Жизнерадостное и веселое. В 50-м году появился фильм кубанское «Заки», и все песни, из которого стали народными. В 50-м году люди верили, что где-то, еще верили, что где-то есть яркая, сытая, веселая жизнь. Фильм появился, а я подумал, знаешь, вот, ну, это чуть попозже. Вот, если бы снимать, конечно, у нас фильм по сценарию «Назад в будущее», то прилетел бы кто-то из 88-го года. 85-го, по-моему, в фильме. В 52-й, 53-й, то это была бы не комедия, а трагедия. Ну, можно было бы снять комедию положения, ну, представьте, человек там в каком-то, в этом, в джинсах, в кроссовках, в оранжевом жилете. Что-то, ну, кто бы он, куда бы он пришел, в пивную на рынке, на Октябрьском, там, или куда-то в рабочую столовку, или в школу, какой джаз-бенд, на гармошке бы наяривать, там, чего-то сразу бы вычислили, настучали, арестовали, в участок бы прессинг, все бы сдал бы, и машину свою, где находится, и чего-то, чего-то. Нет, сначала бы исследовали на предмет вменяемости. Да, шпион какой-нибудь, там, страны Индии, и быстро, как бы, там, куда-то бы в расход расстреляли, в общем, если реально представить. Какую-то невеселую картину, Евгений Владимирович, рисуете серую и унылую. Ну, в Убанских казарках очень была жизнь веселая, вот, яркая. Ну, 51-й прожили, слава Богу, тяжелые 50-е. Ну, да, вот, для сегодняшнего человека, действительно, если вот переместиться, 51-й вот это, как на другой планете, жизнь была бы, и, хотя, еще где-то в Гулак, не знали же тогда люди, вот, масштаба в Гулаке, сколько там, что-то, знали, что кого-то забирали, там, родственники, посажали, а снова в 50-м году грели, но в Москве уже, уже Москву начали преобразовывать, вот, грандиозные стройки начались, разрушали старые улочки, старый Арбат пробивали проспекты, пленные немцы строили высоту по МГУ, Сталин лично утверждал высоту шпиля, у нас, конечно, немцы пленные строили в это же время объекты, ну, вот, один из известных, это старое здание, родина на Лепсе. Строился огромный клуб, это недавно... Оно на месте нынешнего дворца, или? Ну, как бы, немножко был, он, если смотреть с фасада, то немного он был левее, глубже туда, вот, от улицы, от Октябрьского проспекта, так же вдоль, он был обширный, был кирпичный дом, недавно всплыли, всплыли интересные факты, что, оказывается, немцы не просто строили, а чуть ли не вредительствовали, они там не закрепили, и это бал, и уже после войны это все было, видимо, проверка установили, что все это здание может огрушиться, вот, может быть, стояло бы, ну, еще бы там сто лет, а так вот, было все очень хитро сделано, то решено было его снести. Это в каком году? В 70-х. В 70-х уже? То есть, где-то его сносили, наверное, я уже из Армии, пришел это год, 78-й был, тогда уже начиналось строительство нового здания, я вот участвовал в тушении пожара, вот, еще старые руины, это, вон, дома культуры. Ну, масса немцев, уже пленных, конечно, большинство отправили к тому времени, у нас было 11 лагерных отделений в Ирове для пленных немцев, а уже к 50-му году считалось, что остались не просто военно-пленные, а военные преступники. Ну, как военные преступники там вызывали, надо было рабсилу, ну, сами понимаете, надо было рабочие руки, там, чего-то нельзя было сразу всех отправлять к 50-му году, поэтому, то ли там заставляли что-то немца, который прос и не понимал подписывать бумагу, то ли вынуждали, то ли запугивали, если он подписывал, что участвовал там в расстрелах и т.д. И поэтому он считался военный преступник, поэтому уже в 50-м году не военно-пленные, а военные преступники, и пацаны бежали там по улице, к примеру, Ирово, отдавили колонну немцы, поговорили, дяденька военный преступник, там, давайте на ножик, там, две картофелины поменяемые, или что-то вот такое, строили, и вот сейчас, ну, я привел, конечно, одно здание. Но стройки, да, были много-много, и дом советов, в 49-м мы достраивали, вот, в 51-м все-таки продолжалось, и было закончено, начато еще до войны, асфальтирование центральных улиц города, твердое покрытие получила улица Ленина, вот, на удивление, хотя ряд кварталов еще до 17-го года был замощен брусчаткой, я даже вроде помню эту брусчатку, ну, вот, в 51-м асфальт проложили, и на улице Ленина было открыто сквозное движение, видимо, тратально, настолько было плохо, что, я полагаю, что это в южной части, в южной части, и, может, где-то в самой северной, там, уже потому что, ведь туда, если идти за улицу, там, труда, то, практически, были небольшие деревянные дома-бора, и, вот, возможно, там была непрорежда, вот, я не нашел уточнения, но, тем не менее, Ленина, а в сентябре по улице 51-го года пустили троллейбус номер 2 маршрут, я говорил, что в 49-м году были списаны вот эти ленинградские легендарные троллейбусы, фанерные, серого цвета, назывались они ЯТБ, Ярославский троллейбусный завод, а появились новые лайнеры по тем временам, очень респектабельные, сделанные с помощью нашего авиатского инженера Лейферова, Еремия Семеновича, слизанные с американского автобуса Джанера Моторс, появились вот эти желто-синие троллейбусы МТБ-82, которые ходили с 49-го, аж до 72-го года. Маршрут номер 2, первый троллейбусный, 51-й год, Ленина заасфальтировали, сделали, логично, но, конечно, не могу обойти, очень знаковое событие, в 51-м году был построен большой 90-метровый трамплин в Ирове, война войны, который тут разруха, разруха, атомная бомба, атомная бомба, трамплин построили, потом, конечно, предки вот этих строителей разрушили, а сейчас, говорят, вообще его сносить собираются, но это был один из первых трамплинов в Советском Союзе А как, кстати, он, насколько быстро начал использоваться? Да сразу же, да, и там все силы, столько было заводов, столько было людского ресурса, так даже строили всем миром, я думаю, что построили, участвовали, облагораживали территорию, ну и вообще спорту придавало значение, начал, вот сейчас я даже не скажу, где это было, в 51-м году начал деятельность Ировский областной врачебно-физкультурный диспансер, созданный, не поверите, для наблюдения за здоровыми и лечения спортсменов и физкультурных То есть инвалидов куда-то на Волан, а тут создается диспансер для лечения спортсменов и физкультурных А где находился? Парадокс, вот не знаю, парадокс времени, может его переименовали потом в что-то, ошибся, в 51-м году были списаны два последних фанерных, в 49-м основная масса была, а к 51-му их было 8-10 потом даже Ну 8 ходили в основном, а вот в 51-м с номерами были 3 и 5, с 43-го года они ходили по улицам, конечно все уже были, ну опять же не хочу на троллейбусах зацикливаться, очень любимая тема Общественному транспорту, развитию его в нашем городе, были у нас темы, ищите слушатели, между прочим, архив программ на сайте В прошлой передаче я говорил о несчастных учениках ФЗО, которые бежали, но опять же это ФЗО, фабрично-заводское обучение процветало Это предтечество будущих ПТУ, вначале назывались ремесленные училища, потом фабрично-заводское обучение, а учеников называли фабзайцы Если кто забыл, потом они стали ПТУ, помоги тупому устроиться, а потом стали колледжами В современной уже России В 1951-м открыли школу ФЗО при заводе ОЦМ, 200 человек и обучали 6 и 10 месяцев, нынче профессиональный лицей номер 18 В этом же году, в 1951-м, между драмтеатром и зданием, между драмтеатром и прежней частью Карла Марса, закончили строительство нового сквера Вот где нынче Шаляпин, там же Поющий вроде как, Федор Иланович Да, в сентябре пытались там уже, ну площадь была маленькая к тому времени Еще вот где сама театральная, вот асфальтированное поле, там были дома, улицы Деревянные, да Буси, свиньи, лужи, все, а потом вот начали сносить Ну, чем занимались в городе? Да, вот интересно, конечно, к тому времени На заводы, хотя вот масса была заводов, может быть там люди, которые были эвакуированы с предприятиями, они и планировали на родину куда-то уехать И в Ленинград, и что, ну вот, знаете, прижились, остались, хотя жили в бараках Еще в 51-м были насыпные, две дощаток стены, между ними шла земля, насыпалась, вот представьте, в 51-му году зашел, за почти 10 лет после войны все это осело, вся земля продована Неужели еще не сносили? И поэтому, тем не менее, вот на заводы люди шли, и считалось туда престижно попасть, потому что вообще вот проблема была, хоть и безработных в СССР не было, но куда-то на хороший завод, где сейчас говорят А много было альтернатив, простите, если не на завод? Артели все, и там, 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 и там У завода была своя столовка, там перспектива... А, спецодежду выдавали? Да, не выдавали. Не выдавали пока еще? Поэтому особым шипом было идти с завода, не переодеваясь, в промасленной спецовке. Пусть все видят, что я человек рабочий, гегемонт этим. Зато интеллигенция обитала в перенаселенных, голодных, зато веселых студенческих общагах. В частности, общага знаменитая сельхозинститута, тогда еще не Академии, на Октябрьском проспекте, возле военного городка были общаги ПЕТ-института. Очень хорошо представить жизнь. Конечно, уже военной формы стало меньше уже через шесть лет после войны. Но, опять же, на всех одежды не хватало, поэтому на свидания... Комнаты, наверное, были на шесть, на восемь, конечно. Ну, все тесно жили, а что студенты? И отправляли все комнаты на свидания. У одного человека брало штаны, у другого пиджаку, у третьего губашку, шляпу, ботинок, если были потертые, там жевали сахар, плевали на этот ботинок, стирали, высыхало, получалось до чуть не лаковое. Но это мы про юношей говорим. Я думаю, что у девчонок тоже было не подобное. Ну, с Достиляг еще там пять лет, но, тем не менее, вот начали печатать. Если увлекались у нас до войны, в основном, юношество читало там Майнрида, там читали Вальтера Скотта, то уже к 51-му году стали думать о будущем. Уже, конечно, ходили слухи о осмосе, вот поэтому начала печататься фантастика, в частности, поля. Ляма там и другие тема была очень популярна. Юрий Евгений Аркадьевич, я прошу прощения, небольшой рекламы сейчас у нас будет, и мы продолжим после нее. Напоминаю, что тема сегодняшней программы «Сделанная в рядке» — это развитие нашего города, жизнь Кирова и Кировчан в послевоенное время. Предыдущая программа, которая выходила 18 мая, была посвящена непосредственно первым послевоенным годам, ну а сегодня мы стартовали уже с начала 50-х и продолжим через полторы минуты. Продолжаем наше общение. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. Что 50-е и 51-е годы? 51-е годы? Да. Мы подгрузились в 51-е годы. Кратце прошлись немножко. И вот мы долго блуждали, целых полчаса в эфире по 51-му году, поэтому проголодались. И вот, знаете, если вы на заводе не работаете, у вас нету талона в столовку, то чем питались в основном? Была вот такая еда популярная, мурцовка называлась. Еще раз? Мурцовка. Мурцовка. Надо запомнить. То есть это в кастрюлю крышилась вареная картошка, редька, соленые огурцы, все это заливалось квасом, там, ну если хрен был, добавлялось, вот, и вот эта ложка, и вот такая вот еда елась, в принципе, питательнее, ничего вредного. Их генно-модифицированных продуктов. Но без мяса, простите. Ну да, я бы, ну, может у кого-то там что-то, но у студентов мясо, конечно, было не ежедневно. Даже на свадьбах там, в принципе, особенно студенческие свадьбы, это таз винегрета на всех, что-нибудь, что удалось достать, селедка, может, редко что-то. Ну и хотелось же, опять же, что-то светлого, что-то лирического. Люди влюблялись, люди там гуляли по городу. Для гульбы была улица Огунной тогда, вот, Октябрьского еще не было, поэтому пары словались так же. Точно так же, как нынче цвела у нас там черемуха, потом сирень расцветала, вот надо было проводить время, несмотря на то, что Ургом там полный мрак во всем мире. А где, кстати, гуляли-то? На каком участке Московской? Все так же, как и до революции от Ленина и, соответственно, назад, на Запад. И в Нижнесту, до Набережной, тоже там, на Набережной. Пометник Сталина был, в конце вот улицы Коммуна его там, в 56-м только убрали. Ну, кстати, бум рождаемости-то продолжался в начале 50-х? Или как-то трудно об этом говорить? Бедная жизнь и ограничения, вот, по жилищным условиям, 3,68, да, через запятую метра, 3 с небольшим на человека, они в сущности не очень... Ну, приехали, конечно, бросились в здраво-турбу в объятия, определенный бум был, но вот социальные условия, они не очень-то хотят, наоборот, сколько, вот, там, не замечаешь, что там, чем, порой, вот, в наше время, чем хуже условия, тем семья больше, где-то там, особенно в здесь местности. Ну, это такой пик, это уже там научный, это, и, знаете, вот, погрешности больше-меньше. Послевоенный пик, безусловно, отмечался, но в 51-м молодежь гуляли, еще под гармошку чаще, в 51-м году, реже гитара уже была, пластин излушали на патефонах, также ставили патефоны на пластинки, если кто помнит, были хрупкие, шелачные, бьющиеся, вот, любили еще привезенные запрещенных исполнителей, типа того же Петра Олещенко, привезенные, видимо, демобилизованными солдатами из Европы, вот это, хотя Вертинский в 51-м году уже жил и гастролировал в России, пластинки. Интересно, вот Вертинский в 51-м печатали в СССР, но не продавали. Их отправляли за границу, видимо, там, и поэтому... И они каким-то образом появлялись здесь? Появлялись. Народу хотелось нового и радостного. Ну, вот, знаете, вот, песня о войне, вот, большинство того, что сейчас крутят, вот, по 9-му мая, это, честно говоря, попса. Такой же попсой, вот, я считаю, и вот этот, про десантный наш, там, ударный батальон, хотя... Белорусский вагон? Да, там, если, хотя и уважаемая Куджава, но тем не менее, это цыганщина от медленного ритма к быстрому, едва там огонь угас, там, другой прекрасный, ну, не бывало такого, всегда отводили после боев на отдых, три самые пронзительные песни военного времени, вот, которые уже невозможно было 51-му слушать, это первое, это «Враги сожгли родную хату», вот, она по напрягу, по электризации этой журавли, конечно, это тоже песня из 50-х, и «Сережка с малой бронной», ее даже запрещали, запретили и не давали в эфир, потому, почему, ну, знаете, да, потому что при первом исполнении в зале разрыв в сердце случился, там, у человека, видимо, вот, настолько реальный, ну, хотелось, конечно, отвлечься вот от этого, поэтому, вот, веселые песни там были, и это, и в 51-м, конечно, снят фильм «Ночь перед Рождеством», вот, не поверите, ну, даже, до сих пор я его смотрю, ну, почти Дисней, и трудно сказать, что вот в такое время было это снято, ну, смотрели, конечно, может, и на театрах, и «Ночь перед Рождеством», телевизора-то ведь не было, вот, не поверите, уже в 51-м году у нас там, конечно, стали продаваться первые телевизоры «ВН», «ВН» 49-го года разработали. Это не клуб веселых находчивых, понимаете? Это «Эниксер», «Варшавский», «Лаевский» и «Три инженера», которые изобрели, а в США уже в 51-м году это цветное телевидение, уже цветное, уже первый компьютер был, вот, все такое. Ну, а в 51-м году город плачет не под военные песни, а плачет под уже эти мыльные фильмы, самый классический был, ну, до этого были и трофейные фильмы, все, 51-й, это, конечно, классическая лента индийского кино, это «Бродяга», «Бродяга Радж», вот, маленький человек там, и поэтому из окон даже слышались пластинки потом с музыкой, из фильма продавались, из деревянных домов звучало, в 51-м году «Бродяга я», «Бродяга я», «Никто нигде не ждет меня», все, поехали дальше. Я не в курсе, я не в курсе, а, то есть, фильм производства Индии, переведенный на русский, и, соответственно, русскоязычная композиция. Для нас, да, он был озвучен, и песня была, она есть и на индийском, а вот слова подобрали, но это по типу того, этот самый, «Иркоров», это пела «Шитадам Шитадам», вроде на русском, а песня вот так же была «Бродяга я», и эту песню помню. Вот, когда корни-то уходят, это безобразие. Есть пластинки, ну, повеселее, вот точно до 53-го доедем. Доедем, давайте, у нас 7 минут остается. Пережили мы Новый год с 51-го на 52-й под таз винегрета, под эту самую водку, а вот была сургучная головка, и так берешь вилку, тяжелую такую вилку, советскую, железную, и обступиваешь эту водочку, так, ты-ты-ты. Вот сургуч отпадает, и все, и можно развивать. Сейчас мы не занимаемся пропагандой, не в плане случая. Мы в граненая стакана, а что делать? Мы в том времени, мы тогда занимаемся. Ну, в 51-м, начался 52-й год, открылся швейный техник. Надо было одеваться, конечно, по остаточному принципу, всю эту легкую промышленность. Тем не менее, швейный техник, он до сих пор есть у нас, где-то на углу Дериндяева. Сейчас он не швейный, там уже занят, Дериндяева и Пребреженский. Там, в глубине. Был создан отдел сторожевой охраны Ировской области. Это будущее, у нас, видимо, управление вне ведомственной охраны. Вот инвалидов-то куда брали, что-то, конечно, все фронтовые. И оружие привычное в отдел сторожевой охраны. А троллейбус на парк в 52-м году переехал в собственное помещение. На Филейском шоссе до этого он был на Степана Халтуре на 2. И часть была на Московской, где возле пожарной части, где медтехник. Степана Халтуре на 2 сейчас непосредственно ближе к Александровскому усаду. Да-да-да. Там и разворачивались троллейбусы. А тогда все-таки заасфальтировали вот эту несчастную улицу, которую еще перед войной начали облагораживать. Вот Филейское шоссе. И вот событие было, грандиозное событие у нас, конечно, в 52-м году. Нельзя его не обойти. Это была для многих местных трагедия года. Это в марте 52-го года Сталин назначил 43-летнего Александра Пчелякова первым секретарем ОМА ПППД. Вот Быков, он как-то, видимо, не шатка, не вал, а все-таки была в войну сильная личность Лупьянов. Вот про Быкова. Ну, тоже можно много всего сказать, но вот он, конечно, вот эти сумрачные годы правил 50-е, а в 52-м вот такую фигуру Пчелякова неоднозначно. Это был самый, видимо, такой крупный скандал в советской истории с руководством города. В предыдущем был снят первый секретарь за недостатки руководства. Интересно, знаете, какие? Да, он был очень властный, и такая фигура авторитарная. В противовес ему из Москвы прислали некоего Буеверова на должность председателя области полкома. И вот они лбами столкнулись, и оба, значит, кто круче, победил Пчеляков, видимо, Буеверова, отозвали из Ирова. Это тут же первый секретарь Пчеляков сгоноил всех чиновников, которые выступали против него. Но лучше бы он этого не делал, потому что один из уволенных написал лично Сталину письмо, которое написал о том маразме, который в Ирове творится, о чистках, которые начались. Пошли разговоры об избиении кадров, хотя кадры в том же Ленинграде, начиная с Кузнецова, избивались еще. Господи, боже мой, как? А тут, ну, диктаторские замашки Пчелякова местная элита не приняла. Ну, не знаю, ну, говорили, что были и позже там с диктаторскими, и Бакатин с диктаторскими, но на фоне Пчелякова они, конечно, эти были вегетарианцами. В ответ из Москвы прислали опять сильного председателя областполкома Сафронова и еще там некого Санина. И типа началось противостояние, из-за этого там дела не делались. Мало чего решалось, и тем не менее Пчеляков всех подмял под себя, вот, руководил про него, тут очень много написано. И до 61-го года вот он здесь правил, а потом был снят с должности, выведен из состава бюро за допущенные серьезные ошибки. Ну, в руководстве сельским хозяйством на самом деле ошибки были у него во всем. Вот, и тем не менее с 52-го года, я бы не сказал, что ошибка повезла у нас, с губернатором, как бы сказали, секретарем обкома, вот такая фигура была. А в школах, в школах было в 52-м году еще раздельное обучение мальчиков и девочек. Вот, были школы для, отдельно для девочек, и вот мне еще бывший мэр города Анжели Михеев рассказывал, как он учился в школе для мальчиков, и они ходили там на танцы, на танцевальные вечера, или на какие-то мероприятия в школу для девочек. И пытались познакомиться, и знакомиться, верно. Да, вот это, наверное, ни к чему не приводило, не было опыта общения с противоположным полом. Ну, тем не менее, под старые советские песни, вот так же, ну, не так все сумрачно было, начиналась борьба с осмополитизмом, поэтому в 53-м году, опять же, появилось еще стиль акта, не очень было, а с музыкой уже боролись под видом борьбы с осмополитизмом. Вот эта фраза сегодня, он играет джаз, а завтра родину продаст, или там от сафона, это ножа один шаг, это из 53-го года. И даже довоенная, вот не поверите, даже довоенная пластина Утесова порой боялись ставить на вечеринках, вот потому что это джаз, а джаз уже огнобили в 53-м году, вот под флагом борьбы с осмополитизмом. Евгений Горгиевич, да, мы сейчас немножко забираемся уже в 53-й год, но полноценно я предлагаю все-таки продолжить уже в следующей программе, да, дальше по хронологии пройдем, давайте анонсируем, что мы еще чуть-чуть. На чем поподробно остановимся уже в следующей передаче. Ну, 53-й год, знаковый год для страны, 5-е марта смерти далина. Да, и у нас события были, вот, и мы послевоенную эпоху завершим в 55-м, потому что это и грандиозная стройка у нас в городе, это и перемены жизни, фактически ведь вот за эти вот годы с 45-го по 52-й мало чего менялось, отдельные дома, там техникум, трамплин. Масштабного личного строительства не было еще, не было ничего. А вот мы дойдем, видимо, все-таки знаковый год, это, ну, опять же, цитаты и похороны Сталина, первая про Талина, и Целина, и Крым в составе, Украины с 54-го года, и строительство проспекта. Вот следующая передача, это будет 53-й, 55-й, чтобы не торопясь, я, наверное, еще немножко и расскажу, что нельзя отдельно историю города говорить без истории страны, без истории мира хотя бы чуть-чуть. Вот я упомянул, что и цветное телевидение было, и компьютеры, и уже рок-н-ролл, кстати, в 52-м году появился, а у нас пели куплеты Курочкина, но интересно бы было городу, это 200 тысяч населения, малюсень, и побывать сейчас, вот, это все равно, что я говорю, на другой планете. До встречи в 53-м году. Да, спасибо, на сегодня разговор завершен, эта программа сделала на ветке. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель музея Вятского госуниверситета, ну и следующую передачу нашу слушайте по нашему графику через две недели, в пятницу в 13.00. Спасибо. Всего хорошего.